Вот об этом я говорю. Я говорю о том, что когда человек начинает ждать от человека другого, не того, что нужно ждать от человека, тогда наступает разруха. Разруха. И причина этой разруки только одна. Неправильно поставленная цель жизни. Цель жизни поставлена неправильно. Олег Геннадьевич не может быть целью жизни. Если вы считаете, что я цель жизни, и вы сюда мчались, то вы разочаруетесь во мне. Вы зайдете в интернет, какой-нибудь сплетню прочитаете, и у вас остынет сердце. Вы думаете, а я думал, Олег Геннадьевич такой, а он такой, оказывается. Вы идете в какую-нибудь группу ВКонтакте, в которой сплетни что-то, Олег Геннадьевич, и подтверждение найдете, что он такой, оказывается. Как я думал. Человек не может быть целью жизни. Не может быть. Только Богу. Если вы воспринимаете меня как представителя Бога, тогда все нормально. Но если вы воспринимаете меня как человека, который должен решить все ваши проблемы, это ненормально. Это указывает на то, что вы неправильно воспринимаете. И результат будет тоже неправильным. Вот и все. Итак, надо научиться правильно выбирать цель своей жизни. Но это возможно, если мы этому учимся. Потому что судьба мучает нас. Она заставляет сама неправильно ставить цели. Почему? Потому что человек не может жить без высшей цели. Он не может просто так жить. Его жизнь должна течь куда-то. Она не может течь в разные стороны. И поэтому-то мы цели, которые не достойны быть высшей целью, выбираем как основу своей жизни и мучаем себя и других. Вот представьте, если человек выбрал целью своей жизни построить домик в деревне. Как тяжело будет жить его жене, его детям, его родителям, если он так настроен. Поднимите руку, у кого такая ситуация? Есть такие? Ни у кого-никак. То есть есть муж или жена, который поставил целью какое-то жилье и постоянно мучает, третирует всех по поводу этого? У вас такая ситуация. Легко жить с этим человеком? Я третирую. А с вами легко всем жить? Нет. Нет. Спасибо вам за это, Карина. Я очень вам благодарен. Видите, произошло озарение сейчас. Это значит, что может быть стресс. Потому что стресс возникает, когда цель высшей жизни выбрана неправильно. Из-за этого является причиной стресса. И чего Бог хочет в этом случае? Он хочет не вернуть вам эту цель, а хочет, чтобы вы поменяли цель. И почему разворачивается стресс? Потому что человек хочет вернуть все, что было, а ему это не возвращается. И человек не хочет менять свое направление мышления. Он бьется все время в одну дырку. Вот, допустим, если муж не возвращается год, а женщина продолжает пытаться его вернуть. И с воспаленными глазами приходит к Олегу Геннадьевичу и говорит, Олегу Геннадьевичу, он вернется или нет? Что это значит? Это значит, что она перепутала Бога с мужем. Надо действовать в этом направлении. Это факт. Надо пытаться вернуть мужа. Но не надо с воспаленными глазами жить. Это означает, что вы хотите, чтобы муж был рядом любой ценой. Это значит, что муж является высшей целью вашей жизни. Это значит, что вы попадете в стресс, который будет длиться годами. Пока вы не понеменяете эту цель жизни, высшие силы не отступятся от вас. Потому что цель человеческой жизни заключается в том, чтобы он развивался. Вот чем собачка от человека отличается? Тонкое тело точно такое же. Ум точно такой же. У собачки есть мысли. Есть мысли или нет? Можно легко понять, что есть. Она ночью спит. Что-то вспомнила? Значит, у собачки есть мысли. У собачки эмоции есть? Есть она? Радуется. Или печаль. Или агрессивно настонивает. Эмоции есть. Так? У нее желание есть, у собачки? По хвосту можно видеть. Желание. Или от хвосту. Чего-то хочет. То есть она имеет эмоции, мысли. Память она имеет. Вспоминает что-то. Человека увидела, раз вспомнила. У нас собачка живет. У ребят, которые у меня учатся, в доме живет собачка. И разок с ней плохо поступили. С ней пошли пешком на работу. Через там гору одну. И выпал снег. А снег убирает запах. И она не смогла вернуться назад. Это было несколько километров. И он зашел на работу. А собачка осталась одна. Выпал снег. Она побежала назад. И не нашла дорогу. А дорога была незнакомая. Собачка по запаху ищет. И она осталась одна. И она полгода бегала, искала назад. Вернуться хотела назад. Она искала, искала, искала. И знаете, что она сделала? Она прибежала в то место, где она потеряла хозяина. И начала там сидеть день и ночь. Просто ждать. И мы приехали к ней. И она меня узнала. Когда она меня увидела, она меня узнала. У нее есть память у собачки. Она вспомнила, подбежала. Я иду, она сзади, слышу, в ногу мне что-то бьется. Смотри, собачка наша нашлась. Потом Сторож сказал, что у нас здесь давно уже сидит. У собачки есть любовь. У собачки есть память. У собачки есть мысли. У собачки есть чувства. У собачки есть желания. Чего у нее нет? У нее нет разума. Разум означает способность поменять цель жизни. Собачка не может поменять цель своей жизни. Ее цель жизни – это покушать. А? У вас тоже? Почему она стала собачкой? Потому что она неправильно выбрала цель своей жизни. У нее цель была хозяин. Сейчас я вам расскажу больше. Если вы хотите про собачек знать. Если вы узнаете про собачек. Азов в Днепропетровск приехал лекции читать. Это было лет 12 назад где-то. И один молодой человек, который слушал мои лекции, предложил мне пожить у него. Больше не у кого было жить. И это был частный дом. Я согласился. И он мне рассказал одну интересную историю. Мне показал две собачки. Две комуры стояли у него в доме. Две собачки. Он говорит, Олег Геннадьевич, я верю в ваши лекции, потому что я свидетель того, что вы говорите. Я сейчас вам расскажу свою историю жизни. Он мне начал рассказывать. Он мне рассказал о том, что у него были отец и мать, которые постоянно дрались, ругались между собой. И они один за другим оставили тело. Буквально через год к его калитке прибились два щенка. Мужского и женского пола. И начали скулить, скрептись и проситься в дом. Он им открыл. Они забежали сразу, как все домой. Начали там бегать. И он решил, ну раз так, пускай останутся. У него появилось с ним какое-то теплое чувство. Потом, когда он начал о них заботиться, сделаем две комуры. Он заметил, что они как-то странно себя ведут. Они начали между друг с другом постоянно грызться, лаять друг на друга. И женского пола щенок вел себя, как отец. У него были буквально те же самые привычки. Он кушал ту же пищу. Он вел себя точно так же. Эмоции на лице такие же. Но вместо лица оказалась морда. А собачка мужского пола велась, как мама. Те же самые привычки, та же самая пища, все то же самое. И он, когда это осознал, он был в полном шоке. Он понял, что его родители вернулись назад в свой дом. Потому что они были сильно привязаны к этому дому. Жили всю жизнь из-за этого дома. Они поставили этот дом целью своей жизни. И в Бхагвагите, в Веде и Ведах есть один стих. Бхагвагите — это свидетельство очень высокого уровня. Там нет лжи. В Бхагвагите есть такой стих, в котором говорится. Какую бы цель своей жизни человек ни поставил, в следующей жизни он, несомненно, приходит к этому. Если человек поставил своей целью дом, он не может родиться в человеческой форме жизни. Потому что человеческая жизнь не предназначена для того, чтобы стремиться к норке. Есть четыре устремления, которые забирают у человека человеческую жизнь. Первое устремление к сексу — это животное, жизнь. И рождается такой человек в тех животных формах, которые предназначены для секса. В Ведах описано, что, допустим, обезьянка, она может сексом заниматься пять часов в день, без всяких половых расстройств. И ощущение гораздо сильнее, чем у человека. Можете посмотреть, как обезьянки занимаются, там ни в одном эротическом фильме такого не увидишь. Чувства гораздо более сильные, чем у человека. Если человек хочет покушать, то он рождается в другой форме жизни. Если ему нравится, допустим, изысканная пища, ему нравится кушать приятно, тогда он рождается свиньей. Самое большое чувство радости от пищи у свиньи, посмотрите ей в глаза. Видели глаза свиньи? У них такой балдеж, когда она ехает. То у человека до свидания. У нас никогда такой балдеж от еды не может быть. И свинья испытывает такое наслаждение, даже когда испражнения поедают, что мы ни в одном ресторане такое эстетическое чувство от еды не испытаем. А если человек хочет просто больше кушать, тогда корова. Пожалуйста, день и ночь. Она днем ест, а ночью пережевывает все. И они это сказали еще. Если хочешь поспать, в человеческом теле не выспишься. Ну сколько можно поспать? Ну 12 часов – это прямо самое крутое. Кто у вас может поспать больше 12 часов? Поднимите руки. Ну, хотя бы один человек. Ес! Больше 12 часов. Круто. Я ни разу в жизни не спал 12 часов. Просто невозможно. Пожалуйста, в теле медведя. Полгода без всяких проблем. Каждый вечер, каждую ночь спишь. И еще полгода. Без проблем. А есть такой мишка, Каала называется. Он вообще у нее круто все. Он может спать, даже вися на дереве вот так вот с рукой. Он так держится за ветку и спит в это время. И причем, интересно, когда ученые-исследовательные, они узнали, что Каала, он больше всего любит вкус тех листочков, которые растут именно на том дереве, на котором он спит. Представьте, он просыпался, перед ним самое лучшее блюдо ресторана. И он такой, а-а-а-а, и опять спать. Супер жизнь вообще. Это то, к чему мы стремились. А если у человека самая высокая мечта, высота, высота, тогда в теле орла. Вот никак не полетаешь ни в каком диктатике плане, как орел, он летит вообще крыльями не мажет. Может вообще сложиться, вот так полететь вниз, потом раз, расправился. Что хочет, то и делает там в воздухе, ну по барабану. Попробуй на дольтоплане так полетать. А если хочет поплавать с аквалангом, пожалуйста, тело дельфина. Плаваешь вот так, и сядь, что хочешь, все, супер. В человеческом теле так не поплаваешь. Понимаете, каждое тело животного предназначено для счастья в этом мире. Просто все виды счастья невозможно испытать, поэтому Бог и дает те тела, которые испытывают, которые хочет человек больше всего в жизни. Если ты хочешь расслабиться, вот напряженной, напряженной жизнью, тело кошки, пожалуйста. Руку поднял, висись. Взял вот так, вытянулось вот так. Полное расслабление вообще, нет проблем. Если хочешь всем все сказать, они разрешаются. Тело собаки, все разрешается. Говори кому хочешь, что хочешь. И все, всю жизнь погавкал, нормально гавкался, нет проблем. Дальше смотри, что хочешь. Чему вы человек, душа не стремилась в этой жизни? Если хочешь отдохнуть, тогда тело дерева. Есть пять уровней развития сознания в телах. Душа всегда одинаковая. Первый уровень называется сон без сновидений. Душа живет в теле дерева, просто отдыхает. Она просто спит, на пару находится. Она себя вообще не чувствует и не помнит в это время. Смотрите, у дерева веточки отрезаешь. Что происходит? Они еще, дерево еще лучше растет. Почему? Потому что, когда веточки отрезаются, душа немножко пробуждается. Она хочет просто жить. Когда жизнь забирает, она растет, немножко пробудилась, и дерево начало лучше расти, вопреки ожиданиям. Но если у поросенка ножку отрежешь, она лучше не растет. Это другая форма жизни уже, понимаете? Потому что поросенок испытывает боль уже, а дерева нет. Теперь сон со сновидениями. Это тело животное. А человеческое тело – это пробуждающееся сознание. Мы уже начинаем врубаться, что что-то не то, что не все так просто, что просто за квартиру, за машину, может быть, жить надо для чего-то другого. Мы начинаем уже соображать об этом, думать. Потому что на самом деле животное тем же самым живет. Ему тоже нужно норку, ему нужно секс, ему нужно пищу и комфорт. То же самое, что человеку. Все то же самое, только менее изощренно. Но человеческая форма жизни имеет разум. Разум не предназначен для того, чтобы стремиться к комфорту, сексу, сну и ням-ням. Подтверждение. Человеческая форма жизни предназначена для того, чтобы осознать высшие истины. Мы должны понять, что мы души, что мы живем для возвышенных духовных вещей. Духовные вещи означают бескорыстие. Не жить для себя, а плечи от себя. Второе, мы должны понять, что есть высшие живые существа, есть Господь, есть приближенные Бога, которые полностью создают весь менеджмент, все управление в этой Вселенной. И нам это не видно, потому что мы недостойны этого видеть. Только очень святые люди видят этих аркангелов, которые управляют этим миром на самом деле. Мы много чего не знаем. Мы считаем, что человек — это самое высшее изобретение природы. Вы ошибаетесь. Веды говорят, что из 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, которые существуют в этой Вселенной, для примера человечества — это одна форма жизни. Деревья — вторая форма жизни. 8 миллионов 400 тысяч форма Вселенной. Жизни во Вселенной есть. 400 тысяч только разумных. Из 400 тысяч самые неразумные виды — это в том числе и человечество. Почему неразумные виды, я вам сейчас объясню. Есть признак разумности, очень высокой разумности, пробудившегося сознания. Есть пробуждающее сознание, есть пробудившееся еще бодрое сознание. Бодрое — это означает, что человек вообще-всё понимает, что происходит вокруг. И нам не надо ничего изучать, он все знает уже. Итак, тем, кто так пробудившийся, пробуждающим сознание, причем в сознании. Пробудившимся сознанием, человек точно знает, что он живет не первый раз. Он начинает вспоминать прошлую жизнь. Он также понимает, как человек над жизнью занимается, он чувствует, что такое большая цель жизни, что такое просто жизненно важную цель, что вообще мы имеем в виду, о которой подумать не могут. Он это все чувствует, он это понимает. Пробудившееся сознание означает тогда так же, что человек чувствует, что есть Бог. Не надо это показывать, он чувствует сердцем, что есть высшая истина, ради которой надо жить. Пробудившись сознанием, человек отличает святость от грязи, он чувствует разницу. Нужно возвышенным человеком постит, который вообще считает, что святых людей нет. Все одинаковые. Это признак не разницы сознания. И так человек в будущем никогда не должен достичься в будущем сознании. Он убеждает, что значит человек живет в жизни таким душем, таким сетсом, таким партнером, и всего прочего. они не хотят. Но у нас лишь что-то было внутри. Мы, например, можем отказаться от своих желаний во имя чего-то высокого. Александр вопросов полез и зачем-то потом правду зудит. Что и вы не желаете в это время. Человек на самом деле не полезен делать. И так человек имеет разум. Разум означает своего выбора. если человек выбирает душу и тело в жизни которая связана с готовностью, мы должны верить, что есть чистота человеческая, есть нравственность, есть святость, есть правда, правдивость, есть сострадание, есть милосердие, есть нежность, есть доброта, есть забота. И все это бескорыстные качества. Когда человек думает о себе, он не может быть заботливым, он не может быть добрым, он не может быть правдивым, потому что мысли о себе заставляют врать. Понимаете, все это означает деятельность души. То есть мы должны хотя бы стремиться к тому, чтобы действовать как душа. Это уже высшая цель жизни. А если человек начинает осознавать, что есть святость, и святость означает связь с Богом, тогда потихоньку он догадывается, что есть Бог. В целом веды говорят, есть три степени приближения к этой истине. Первая степень приближения сравнивается с солнцем. Люди, простые, которые просто живут и начинают понимать, что просто так жить не надо, они начинают стремиться к счастью. Это сравнивается с стремлением к солнечному свету. Солнечный свет, допустим, не всегда мы можем видеть солнце, когда есть свет. Мы не знаем, допустим, источник солнечного света. допустим, не знаем. Нам кажется, что он везде есть, этот свет. Но мы хотим солнечного света, мы хотим счастья. Вторая степень приближения, когда человек понимает, что источник счастья есть, и он один, это солнечный диск. И человек тогда воспринимает истину в том, что есть какая-то абсолютная истина, но не просто к счастью стремиться. Вот первое приближение, это просто стремиться к счастью. Мы хотим счастья, все. Мы хотим счастливой жизни. Это означает квартира, машина, работа. То есть первое приближение не приводит человека к высшей цели жизни по факту. Но когда человек понимает, что источник света это солнце, вот тогда он начинает понимать, что есть высшая истина, он говорит, Бог это добро, Бог это свет, Бог это честность, Бог это женщина, а не мужчина. Если на свете есть все-таки Бог, Бог это женщина, а не мужчина. То есть он как бы отразумевляет Бога с полом, с каким-то и так далее. То есть он чувствует Бога как полуодушевленное существо, которое безлико по своей природе. и оно не имеет личностного аспекта никакого. Но этот человек, который так считает, что Бог это просто истина, он не сможет ответить на один вопрос, который я вам задам. Если вы личность, а Бог это не личность, а просто истина, тогда кто из вас лучше, вы или Бог? Лучше быть безличным чем-то, бесформенным или личностью? Так почему Бог такой глупый, что он сам не личность, а мы личности? Если он все создал, почему бы ему себе не сделать личностную форму? Чего ему так сложно? Он сделал личность, а сам бедный не личность. Не хватило разума, да? у нас хватает разума, у него не хватило. А? Бог во всех проявлений в жизни. Это факт, но Бог личность или нет? Бог истина, а личность или нет? Не знаете, вот я об этом говорю. Тогда у меня к вам вопрос, если вы личность, а Бог не личность, кто из вас более разумный? Вы личность, а он не личность. Личностью быть или не личностью лучше? Хорошо, по-другому вопрос задам. Если вы можете иметь мужа, а Бог не может иметь жену, кому лучше жить, вам или ему? Богу лучше, но он не может иметь жену, потому что он не личность. Он не может любить, потому что он не личность. Только личность может любить. вы не беспокойтесь, у вас сейчас беспокойство возникло в сердце, просто я немножко перепрыгиваю, все равно я не смогу вас переубедить, это развитие личности помогает что-то понять. Я вам просто расскажу, что чувствуют люди, которые дальше идут. Точно так же, как человек просто стремится к счастью, он говорит, а мне по барабану, есть Бог или нет, я хочу просто счастья, хочу нормально жить, понял, Олег это означает человек стремится к солнечному свету. Второй вариант стремления, это стремление к диску солнца, он видит, что из солнца исходит свет, дальше он ничего не волнует, он говорит, Бог это истина, и все, мне ничего не волнует, я не знаю, у личности он или нет, меня это не волнует, главное, что он истина, все. Но дальше есть еще третий вариант, а третий вариант заключается в том, что человек начинает осознавать, чувствовать, что есть Есть личность, которая наполняет солнечный дикс энергией огня. Есть люди, которые этой личности поклоняются внутри Солнца. И спрашивается это, идолу они поклоняются или Богу? Богу они поклоняются. Потому что Бог имеет право через Солнце действовать или нет? Имеет право. Почему он не умеет право так действовать? Бог может и по-другому как-то действовать. Бог через сердце человека может действовать. Это факт. Поэтому люди уважают наставника. Потому что Бог действует через сердце человека. Он также действует через Священное Писание. Поэтому люди верят в Священное Писание. Также действуют через Святое Место. И люди поэтому верят в Святое Место. Я сегодня купался в Святом Источнике. Я нырял, вот так окунался и смотрел на икону. Богородица с Господом, хотя они православные. Но Бог имеет право прийти в православной вере, так же Он, как имеет право прийти в мусульманской вере. Это мы у Него отнимаем эти права. Итак, я вас не призываю сейчас к какой-то конкретной вере, я вас призываю к тому, чтобы хотя бы на этих двух постулатах остановиться, на вашем, что Бог — это истина. Или еще лучше, если начать понимать, что это Личность. Потому что если Бога называют Аллахом, или Саваофом, допустим, и абсолютную истину Аллахом не называют. Имя дают только Личности. Безличностное ничего не может иметь имя. Понимаете? Вы, допустим, стул не назовете Василий Петрович. Это мой стул, Василий Петрович. Мы не скажете так. Стул не может быть Василием Петровичем. Итак, если человек не предоговорят, что человек — это искра, когда он не стремится к личному счастью, то он летит в ту сторону, в которую все остальные искры летят. Это значит, он гаснет. Когда человек поворачивается в ту сторону, где источник света, когда он нагревается. Это противоестественно для нас в нашей жизни — поворачиваться в эту сторону. Но только этот поворот избавляет от стресса. Если Вы пришли сюда избавиться от стресса, который длится много лет уже, попытайтесь понять меня. Естественным ходом жизни Вы не избавитесь от стресса. Для того, чтобы от него исправиться, надо вот здесь в сердце повернуть переключатель. Это значит, надо с утра садиться и не думать об объекте, который причинил Вам страдания, что муж ушел, я не могу без него жить, когда же Бог мне его вернет? Я в Тебя верю, возвращай мне мужа. Не об этом надо думать, а надо переключить переключатель и начать думать о нем. Я хочу Тебе служить, я хочу жить для Тебя, я хочу Тебе понять, пожалуйста, откройся передо мной. И тогда, в этот момент, сердце начнет успокаиваться. И Вы начнете успокаиваться, успокаиваться, успокаиваться. И когда сердце совсем успокоится, Вы решите дальше спокойно возвращать мужа назад или уже перестать это делать. Но когда Вашей целью является муж, у Вас нет выбора, понимаете? Вы будете всегда думать только в одном направлении, пока не сгорите или пока не броситесь с высотки. Тема ясна – цель жизни. Что если человек выбирает более высокий, более сладкий вкус, менее сладкий ему уже не нравится. Человек должен жить для Бога. Он должен для самого высокого. Мы предназначены для Бога. Мы не предназначены друг для друга. Друг с другом мы вместе идем в одном направлении. Правильно существующая семья – это два человека идут к одной цели. Неправильно существующая семья – они замыкаются друг на друга и портят друг другу нервы. Потому что Бога никто не сможет заменить. Почему люди ругаются? Потому что они верят друг к другу больше, чем положено. Вот, допустим, мужчина от женщины ждет, что она постоянно должна быть нежной к нему. И поэтому, почему ты не нежная со мной? Ты лекции слушаешь, Олега Геннадьевича, или нет? Она не может с тобой всегда быть нежной, потому что она не Бог. Она иногда имеет нежность в сердце, иногда у нее нет сил быть нежной. Если ты ее в этом обвиняешь, значит, ты не ту цель себе в жизни поставил. Дай ей возможность быть ненежной иногда. Как молодой человек сегодня со мной шел на лекцию, и он мне сказал важные слова, которые я запомнил для этой лекции сегодня. Вечером, как всегда, немножко на него ругалась жена. И он... Она хотя не считает, что она ругается, потому что женщины просто выражают свои эмоции, и они думают, что это нормально, а для мужчины это выглядит как ругань. Он страдает от этого страшно. И он подумал, ну, моя жена же душа, и у нее в сердце сидит Бог. Зачем я буду на нее слиться? И он сладко заснул в этом. Но для того, чтобы так подумать, ему надо было сначала победить в себе желание ответить. И это способ, только один способ есть победить себе это желание ответить. Это вспомнить того, кто даст счастье. Почему мне хочется жене ответить? Потому что она лишила меня счастья, а я хочу ее поставить на место и сказать ей, ты должна мне давать счастье. А я в этот момент не ставлю ее на место, а просто вспоминаю того, кто дает счастье по-настоящему. И в этот момент я успокаиваюсь. И что жена чувствует? Она чувствует благодарность, что вопреки ожиданию ты не стал ругаться на меня сегодня. Когда мы поворачиваемся хотя бы на секунду в правильном направлении, жизнь сразу становится счастливее. Когда человек стремится бежить за счастьем, он получает фигу от судьбы. А когда человек бежит за Богом, счастье бежит за ним. Счастье — это энергия Бога. Счастье не поймаешь. Если мы бежим за счастьем, мы его не догоним. Если женщина бегает за мужчиной, он никогда не женится на ней. Для того, чтобы он женился, надо от него отвернуться. Улыбнуться ему и отвернуться дальше. И тогда он за тобой побежит уже. Согласны девушке или нет? Надо его манить. Заманивать. Означает отворачиваться, делать вид, что не заметил. Сразу возникает жгучее сердце. Меня не заметили? Чувствуются? Но для того, чтобы отвернуться, надо, чтобы более высокая цель была в жизни. Если ты мечтала замуж, и он на тебя смотрит, ты не сможешь отвернуться. Ты будешь как завороженная. Вот такая. И он не будет. Он не станет дальше за тобой гнаться. Потому что ты ему станешь уже неинтересно в этом случае. Так или нет? Так. Кто девушки, кто не понимает этот вопрос? Почему так вот? Кто не понимает? Почему у меня не получается замуж? Почему я не могу оторваться? Поднимите руку. Есть такие? Не бойтесь. Мы все свои здесь. Что, все знаем, как надо? Если вы подняли руку, я бы вам сказал, что у вас неправильная цель жизни выбрана. Когда вы выберете цель в жизни Бога, тогда вы сможете делать так, как надо. У вас будет хватать сил. Потому что если мужчину цель в жизни выбрали, у вас не будет сил.